Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед под названием Во свете Библии. Вот это святая книга. Видите, какая книга большая, но ее можно читать и запоминать, что в ней написано. Это православная Библия. Вот только в Новом Завете 295 страниц. Только в Новом Завете. А еще в Ветхом Завете тут сколько? Я еще сразу-то не посмотрел. Вот книга Порока Амоса, Маковейские. Ага. Третья книга Ездры. Так, что-то я не вижу тут какая страница-то. 876. Видите, Ветхий Завет, он в три раза больше Нового Завета. И чтобы все было открытым оком. Я беседую на самые простые вещи. Потому что я вижу, как по телевидению кому-то задают вопросы и как отвечают. Я каждый раз говорю, я бы так не стал. Просто вот обратятся, какой-то вопрос зададут священнику. Он так начинает. Я думаю, и дальше начинает. Ничем не подтвержденное. И нередко совершенно неправильные ответы дают. Я разбирал такие вопросы, которые задают и отвечают. Ну почему они не берут Слово Божие? Тем более у православных такое сокровище. Это каноны церковные. Что говорят святые отцы. Почему не взять, не приготовить? Практически ни разу этого не видел, кроме Алексея Ильича Осипов. И то это не всегда делает. Но он по-своему как-то подходит к этому. Для меня главное это Святая Библия. И поэтому эта наша беседа называется «Во свете Библии». Вот сегодня хотелось рассказать о милостыне. У православных все как-то не связано со Словом Божьим. Милостынь, ну и не подавай там кому-то надо. Не разбирай. Надо. Бог сам разберется. Я больше буду считать. Заповедь любви ближнего особенно проявляется в делах милосердия. Суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Яков 2.3 Приобретайте себе друзей богатства неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Лука 16.9 Подавайте лучше милости не с того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Лука 11.41 У человека доброжелательного и то, и другое, и доброе одеяние, и доброе слово утешения. Серахов 18.17 Милостынь ощущает грехи. Не пренебрегай подавать милостыню. Серахов 3.30 Не малодушиствуй в молитве твоей, и не пренебрегай подавать милостыню. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, и кто не подает милостыни. Милостынь у человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Но к бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему немедленно. Это Серахов 7.10, 12.3, 17.18, 29.11 Потому что подающий милостыню приносит жертву, пребывающую вовек, и она спасет человека от бед. Серахов 40.17.24 Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофею 5.8 Пост и милостыня являются крыльями молитвы. Пост и милостыня. Деяние 10 глава. Кому же нужно подавать милостыню? Это немаловажный вопрос. Покажите в добродетели рассудительность. 2 Петра 1.5. Когда наши монахи доказывали друг другу, каждый настаивая на своем, какая из добродетелей выше. Одни говорили пост, другие говорили молитва, иные милостыны, иные бдения. То получили от Антония Великого такой ответ. Не это самое главное, самая важная рассудительность. Не научи, говорит, молиться, то он лоб разобьет. И поститься можно так, что себя умертвить. Надо рассудить, что и как полезно. Когда говорит, когда не говорит. Не стыдись вразумлять неразумного и глупого, и престарелого, состязающегося с молодыми, и будешь истинно благовоспитанным, и заслужишь одобрения от всякого человека. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом. Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай. Серахов 42.8, 5.18, 31.17. Не будь неразумным, рассуждай о всяком деле. Вот что значит рассудительность. Ибо он никого не любит, кроме живущего с премудростью. Премудрость 7.28. А то Бог всех любит, Бог грешников любит. Это обман. Бог грех не любит. Грех будто бы какое-то аморфное состояние. Но грех он отдельно не живет. Он себя проявляет только через человека. Видел в видении святой Нифонт. Это 23 декабря. Подданная нечестивцу монета оказалась в руках у демона. Сырковь Христова запретила всякому бродяге просить возле дверей. Ходить с нужными смирными грамотами, с церковными письменами. 4. Вселенский собор, 11 правило. Кавычки. Никого из странников не принимать без мирных грамот. Антиохийский собор, 7 правило. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставника в мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждения их. Сырковь Христова, 23, 2. И она погибла от того, что не имела мудрости. Погибла от неразумия своего. Варух, 3, 28. Человек рассудительный не пренебрегает размышлением, а безрассудный и гордый не содрогается от страха. И после того, как сделал что-либо без размышления. Сырковь, 32, 20. Это места Писания, которые свидетельствуют, что нужно размышлять. Нужно обдумывать все. Стоглавый собор повелевает в правилах 71, 73, 74 заставлять работать здоровых тунеядцев. А кто и с иконами выпрашивает на базарах деньги, то иконы бы у них отнимать, а самих прогонять бичами. Давай доброму и не помогай грешнику. Серахов, 12, 7. Лучше умереть, нежели просить милостыни. Серахов, 40, 29. Давай благочестивому и не помогай грешному. Делай добро смиренному и не давай нечестивому. Запирай от него хлеб и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя. Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым вас дает отмщением. Серахов, 12, 4, 6. В повести о Затворнике в житиях святых за 7 марта говорится, какая страшная ответственность ложится на принимающих милостыню. Он, кто принял, должен за эти деньги освободить из терновника, то есть из грехов, подавшего. Пожать поле из непроходимой дебри-то. Но в устах бесстыдного сладкое покажется прошение милостыни. Серахов, 40, 32. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится опилками. Притча, 20 июля, 17 стих. Нил Сорский, 7 мая. Александр Невский велел раздавать нищим милостыню, не бродягам, пьяницам и курящим, чтобы они молились. Это 30 августа. Святой Серапион, 14 мая, говорит, чужое не могу раздавать. Милостыня должна быть от трудов праведных. Иногда подают, ну раз тебе не надо, ты кому-то подай. Ну ты и подай своей рукой. Имение, которым обладает человек, принадлежит не ему, а Богу. Потому и необходимо знать точно, как пользоваться этим неправильным достоянием, над которым Господь поставил тебя дома правителем. Епископы, кавычки открываются, и состоящие в клире, да не усвояют ничего тем, то есть не отдают, кто не христиане. Хотя бы то были сродники. Ничего из своих вещей, как сказано, да не упрочивает таковых посредством дара. Кавычки. Если епископ перетекам, или язычникам-стротникам, или непринадлежащим к родству оставит наследниками своими, и предпочтет их церкви, такому и по смерти будет анафема изречена. Его имя никогда от Иереев Божиих да не возносится. Да не может быть ему оправданием и то, если без завещания отойдет. Потому что быв поставлен епископом, по причине, должен был, по приличию, учинить назначенное своего имущества, назначение сообразно своему званию. Карфагенский собор, 31-92 правило. Ты был епископ, ты заранее должен побеспокоиться, кому после смерти отойдет имущество. За этим церковь строго смотрела. Кавычки открыты. Равно ненавистный Богу нечестивец и нечестие Его. Примута 14-4. Давать нужно и взаймы, и милостыню только по нужде, а не по прихоти просящего. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего, и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим. Второзаконие 15-8. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Деяние 2-46. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось все, кто имел нужду. Деяние 4-35. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. 1 Иоанна 3-17. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странном приимстве. Рима 12-13. Пусть и наше общество упражняется в добрых делах, в удостоверении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Тит 3-14. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, хранить. Притча 2-11-3-21. Безрассудно, без рассмотрения, дающий милостыню, гневит Бога. В кавычке. Так как этот народ безрассудный, то они жалятся над ним, Творец его, и не помилуют его, Создателя его, Исаия 27-11. Даже непонятно, как так? Неразумен. А как определить грань разумности? Все определяется не грамотой какой-то, а милосердием, следованием по пути Господня. Такие люди угодны Богу. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея 6-9. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного и сонные грезы окрепляют глупых. Серахов 34-1. Говори, наше дело подать, а Бог сам разберется. Ты так привык? И такое великое зло называют миром. Премудрость 14-22. И сыновья не будут иметь потомство, потому что заповедь мою презрели и делали то, что зло передо мною. 3 Тимофея 1-34. Но поступающий по своему произволу губит в себе образ Божий, ибо Бог дал человеку приходящему в мир свет, чтобы шли и поступали по правде. Да коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6-10. Это все о милостыне. Милостыне это добро, доброе слово. И чем помочь надо? Не только деньгами, а приветить человека. Блажение давать, нежели брать. Деяние 20-35. 1 Фессалникицам 4-11, Ефесянам 4-28. Чтобы не крали, а трудились своими руками. Ефесянам 4-26, 1 Коринфянам 4-12. А если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 2 Фессалникицам 3-10. С членами христовыми, христианами. Нужно обходиться очень осторожно, благоразумно. Нужно сострадать им в их недугах и отсекать только тех, которые, не подавая никакой надежды на выздоровление, лишь заражают своим недугом других. Игнатий Бричининов. Прекрасно и похвально любовь к ближним, если только заботы ее не отвлекают нас от любви Божией. Исаак Сирин. Будем любить тех, которые близки к нам. И ненавидеть и избегать враждебных нам на пути Божьем. На пути Божьем не надо любить врага, хотя бы он был и родственник. Григорий Боислов. Потому что Бога должно любить больше всякого создания, больше всякого человека и больше себя самого. Тихон Задонский. И потому надо иметь осторожность, чтобы под видом дружбы наше добросердейшее хитрые люди не обратили себе на пользу, а нам во вред Платон. Когда близкие нам по плоти вознамерятся отвлечь нас от следования воли Божией, проявим к ним святую ненависть. Святая ненависть к ближнему заключается в сохранении верности Богу, неприятии порочной воли людей. Игнатий Бенчанинов. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего или матери, жены, детей и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Лука 14, 26. Милостыня предназначена только для тех, которые не имеют сил трудами рук своих удовлетворять свои нужды или для наставников, всецело посвятивших себя делу учения. Иоанн Затауст, том 2, страница 763. Том 11. Это так бойко стоит. Кто такие милостивые? Это те, которые раздают бедным деньги и кормят их? Нет. Не это одно дело от их милостей. Надо, чтобы при этом было сердечное милосердие. И те милостивые, которые обнищали в любви ко Христу ради нас обнищавшим. Но, вспоминая о бедных, вдовах, сиротах, больных и не имея, что им дать, страдают только о них и плачут, уподобляясь его. А они, когда что имеют, с искренним радушием помогают нуждающимся. А когда не имеют, дают им убедительное наставление о том, что способствует спасению души. И повинуясь слову, без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрывая богатства и ее премудрости. 7.13 Семен Новый Богослов Жертвуете, милостыня, важнее молитвы постов и много других дел, только были бы приносимы от прибытка праведного и таких же трудов, и чисто от всякого любостяжания, хуления и насилия. Милостыня состоит не в том, только чтобы давать деньги, но чтобы давать чувство милосердия. И на зрелищах дают деньги блудницам, но это дело не человеколюбие, а пьяное обещинство. Им-то и подобен тот, кто подает милостыню и тщеславие. Великое дело милостыня. Возлюби ее. Ничего нет равного ей. Она может и грехи загладить, и избавить от суда. Истинная молитва, когда даешь ее с радостью и думаешь, что сам больше получаешь, чем даешь. Оставив ему местную пытливость, подавайте милостыню всем нуждающимся и делайте это с великой щедростью, чтобы и нам самим удостоиться в день будущего суда великой милостыни из исхождения от Бога. Смотри не на достоинство нуждающегося в помощи-то, а только на нужду, хотя бы он был ничтожен, низок и презрен. Христос вменяет это тебе в награду так, как бы он сам через нуждающегося получил благодеяние. Ничто другое не может так избавить нас от огня гиенского, как щедрая милостыня. Нет ничего хуже нечести, нет ничего несчастнее, беззакония против Бога, нет ничего нечестивее хулы на Бога, но и такое беззаконие может загладить милостыня, если грешник не продолжает своей хулы, но исправляет грех покаянием. Когда ты уйдешь человека, который творит милостыню и совершает тысячу добрых дел, и таким образом сокрушает силу дьявола, подвергается же за тем искушением и опасностям, не смущайся этим, потому что он и подвергается по тому искушению, что слишком сильно удар наносит дьяволу. Не уделяйте своего имущества, такое же похищение. Если мы не подаем милостыни, будем наказаны наравне с похитителями. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть человеком. Иоанн Златоуст. Без любви и милости всякое дело нечисто. Если кто хранит девство, если постится, или пребывает в бдении, если молится и принимает бедных, если стоит, строит церкви и делает что-либо иное, большее без любви, все это вменится ни во что перед Богом, потому что не угодно ему. Итак, ничего не предпринимай без любви. Ефрем Сирин. 1 Коринфянам 13 глава, 2 Коринфянам 8-9. Вот маяки путеводной звезды, желающим творить милостыню. Милостыня стоит в непременное условие по спасению, даже и в Коране написано об этом, чтобы искали людей, кому помочь, особенно во время их поста. Милостыня заключается не только в подаянии. Иногда берут и воспитывают чужих детей. Вот есть такой фильм, Фарпост. Какой героический поступок монахов. Сколько у них там сотен детей, там больные, парализованные, зараженные, спидовские, за ними всеми ухаживают. Пользуется таким выражением. Христос сказал, блажение давать, нежели брать. Но это Павел сказал. У Христа, что написано, все написано в Евангелии. В Евангелии этого нет. Это откуда? Может быть, из самого смысла, а может, было как-то повторено. В настоящее время милостыню подавать не на каждом углу можно. Когда это святые отцы писали, тогда не было социальной помощи. Заработал, твое съел. Налог отдал. А дальше пенсию никто не знал. Поэтому работали, пока не помрут. Но если достаток позволял, там было дело проще. И тогда, и сегодня, это не одно и то же. Сегодня я имею конкретно, я хочу кого-то накормить хлебом. Никто не нуждается. Вот ко мне подходит один и говорит, мне на хлеб не хватает рубля. А тогда еще хлеб стоил меньше. Там еще что-то сказал есть. Я говорю, а ты на водку не потратишь? Молодой парень. Нет. Ну, я подал. Чего же не подать-то? Он подал, а я пошел за ним. Он заходит в магазин, и я недалеко встал, гляжу, он сразу в винный отдел. Положил деньги. Там касса не работала. Она начинает, бутылку поставила. Я подошел, эти деньги свои взял, которые дал, повернулся и пошел. И он остался без бутылки. Он мне уже ничего не сказал. То есть обманул, и вопросов никаких нет. Милосту не подать, нужно еще и знать, где, как, а не так, что там вот я сделаю, ну, взятка самая настоящая, потому что я нуждаюсь. От кого совсем не нуждаешься? Бывает, человек, негде ночевать. Не каждый вводит в свой дом, дабы он не разорил его. А как? Надо узнавать. У меня был такой период времени, что комната не закрывалась. Живу недалеко от вокзала. Ключ вообще не ложил. Просто дверь открыта днем и ночью. Приходили вплоть до бомжей. И жили, ночевали. И потом один из них встречается, уже прилично одетый, и говорит, а я у вас был там ночевал. Ну, я со всеми занимался, проповедовал, говорил. Даже удивительно для людей, что именно я, когда сегодня на другом уровне, мы никого к себе даже не приглашаем. Творить милостынь нужно учить ребенка с малых лет. Вот у меня хозяйка, да и мама нас так учила. Отец, когда пасет, отец у нас без руки был с фронта, вот такой вот, пасет овечек. И вот последний раз овечек загонит, он вот так палкой ударит по забору, там где по воротам. Да, я обещал Богу, милостыню подать. А у нас ребятишек, у отца десятеро было, живых только, десять. И он одного барана или полбарана посвятит, ну, деревня, там все известны, бабушки беспризорные жили в своем домике отдельно. И он тогда отрубает, разрубает на счастье, и мы, ребятишки, это относили, чтобы ребенок привык своими руками. Вот у меня жена спечет, что-то сделает, и малыша посылает через дорогу, Рома, а ну-ка сбегай туда, бабушки, он знает, чтобы своими руками. Моя мама точно так же пироги пекла, и на другом конце деревни жила бабушка, я ее не знаю. Но у нас принято так, если у меня День Ангела, а День Ангела, в честь кого я назван, а у нас так я родился, называли, поэтому День Рождения День Ангела был. И Ангел, мама говорит, ждет целый год канон, канон Ангелу-Хранителю, а кто его знает? А бабушка знала. Мама напечет, там супу нальет, единственное, отнеси и помолись с нею. Я приходил, я ей отдавал, и говорил, а у меня баба сегодня День Рождения, ну, давай помолимся, внучек. И мы вместе молились, и это все сохранилось. И даже сейчас, мне 74-й год, День Ангела приходит, 10 июня, у меня День Рождения, я уже готовлюсь утром рано считать канон Ангелу-Хранителю. Там много слов, благодарности, как Ангел хранил, как миловал. Если мы что-то имеем, вот я, ну, обладающий большим богатством в книгах, мы практически это, ну, больше 90% книг раздаем даром. Это наша милостыня, это библиотеки, бывают священникам очень много. В прошлом году мы целую акцию совершили. Вот эти три книги, вот, Новый Завет, и вот эта книга вышла у меня для слова Божия нет уст. Это все вторым изданием. Вот она как выглядит. Она из одних документов, 752 страницы, видите, как книга издана. А вот эти четыре книги вместе и подарены Путину, Медведеву, Патриарху. И 125 священников тут были на исповеди, и мы по четыре книги каждому вот так подарили. Как уж они восприняли, я как-то в прошлый раз говорил, был такой один, даже сжёг, вот такую красоту. Это толкование блаженного феофилакта, вот, с откровением, полностью трехтомник. Господь нам это позволил сделать. То есть, милостью не творить, надо еще знать как, поделиться своим местом, где живешь. Может, кого-то принять, бабушку, старенького докормить, допоить. Это подвиг. За больными где-то ухаживать. Ты милостыня, ты жертвуешь свое время драгоценное. От чего-то отрываешься. У тебя есть более любимые где-то занятия. То есть, посмотреть на эту жизнь вокруг и оказать какую-то милость. Милость побежденному, милость к падшим призывал. Вот. Я был узником за Христа, не за преступление. И я не мученик, меня не убили. Остался живой. И называются эти люди исповедниками. И Бог дал мне это перенести. И в нашей общине все знают, что кроме того, что я староста общины, у меня еще есть должность попечитель. То есть, я обязан смотреть. Студенты учатся, больные, многосемейные, роженицы. Всех я должен иметь в виду. И собираем мы средства какие-то, им помогаем. Попечитель. Но бывает еще и такое, что человек согрешил, пал. Ну, бывает так, что теряется совсем. То я не просто согрешил, а во время гонения. Его там пытали, его жгли, и он не выдержал. Но все говорят, ну не выдержал, поэтому его исключать. Но к нему должно быть снисхождение. Наказать по минимуму. А ходатайствовать никто не может. Только я могу один. То есть, исповедника веры Христовой дается это право. И в каком оно плане будет? А то, что я сидел, мне пришлось пять тюрем пройти. И поэтому я говорю, почему ты так вот сурово с ним говоришь? Так он не выдержал. Ну, ну не выдержал, не выдержал. Это все правильно. А ты знаешь, как они мучают, как они там бьют. И он вот не выдержал. Я имею право ходатайствовать, чтобы срок отлучения и пить имью ему уменьшили. Я имею право ходатай, оказать ему милость. То есть, надо посмотреть еще то, что нас окружает, какие места, где мы с чем соприкасаемся, как мы можем оказать милосердие в милостыне. Вот я начальник детского лагеря, 40 лет. Ну и приходят люди разные. Другой приезжает, бывает редко, конечно, предприниматель, он привезет, там даже не считает. Мы назначаем цену определенную. Она в несколько раз меньше самой маленькой государственной. И примерно 53% детей у меня всегда бесплатно, полностью. Мы стараемся собрать деньги, детям что-то купить, одежу какую-то, бывает и на билет даже деньги соберем и отправим. Это наша милость, но больше мы нигде не можем. Вот когда я сотрудничал с тюрьмой здесь, 17 лет, мы много что собирали и туда приносили на Пасху, яйца вот купили, покрасили и мы прошли и все пронесли. Мы видели, как там даже целуют, прослезились люди. Сейчас подавать некому, говорят так. Это не совсем так. Люди нуждаются в духовной помощи. Надо посмотреть, где ты можешь оказать свое милосердие, на ком. Сегодня еще не поздно, завтра может быть поздно. Почему? Базар разошелся. Эти девы, у которых не было в сосудах Елея, идите, пришли, базар уже разошелся. То есть жизнь закончилась, страшный суд наступил и на этом все конец. Поиск тех, на ком мы можем оказать нашу любовь. Иоанна Тауз говорит так, что Бог мог бы сделать так, чтобы вода, которая течет в реке, она не камни ворочила и песок, а золото. Вот эти камни были из золота, но тогда на ком бы ты показал твою доброту. На коп все не нуждаются. У Ивана Сергеевича Тургенева в маленьких там рассказах, таких небольших, там есть такой нищий. Один раздавал, как такой был филарет милости, он абсолютно все раздавал. И он, ну просто не рассчитал на это, и завтра у него есть нечего. И он вышел и протягивает руку, посинелую от холода. И никто ему ничего не дает. Вот первый проходил, он руку опять назад убрал. Стыдно. И вдруг слышит голос, а почему ты сейчас не взял? Мне стыдно. Он вспомнил, как хорошо жил. А когда ты подавал, тому было стыдно или нет? Нет. Почему же ты так не делаешь? Он обернулся, а никого нигде нету. Ну он так рассказы составляет, чтобы человек понял. Ты жалеешь о том, что раздал? Нет, не жалею. Не жалею. Вот это главное. А теперь ты на... Человек хочет подать, а подать некому. А ты как раз для него нуждаешься. Ну и ты и прими этот дар от него. Научись. Делать, конечно, как милости Филарет не может. К нему пришел один, и тогда на коровах даже пахали. Он пришел вала просить, а он сам пашет. Он на поле отдал вала. Самому-то как пахать? А ничего не думает. А еще две дочери, там сыновья, кажется, у него мать отдал. Кто-то пришел и попросил у него молока, что ли. Он говорит, разобрался все. Так тогда возьми мою корову. Корову отдал. А теленок ревет. Он вернул его. Говорит, знаешь что, забери теленка. В доме ничего нет. Он однажды заходит домой, обедают дети. Он и говорит, дети, примите меня как странника, уж не как отца. Как отец-то я все растронжирил. Но знаете, как чудно это в житиях святых описывается. Царю нужна была невеста. А по всей вероятности его сестра Пульхерия, она устроила ему этому Константину. И слуги были посланы искать девиз. Вот как это было во время царя Артоксерства, как премудрая Испирь стала царисой. И вот они ходили и наконец в этот дом пришли. А дом-то был старый, он знатный. Но ничего же в доме-то нету. Но все-таки он у соседей где-то что-то занял. И они посмотрели какие дочери красавицы. И вот Мария, дочь его в дальнейшем станет царицей. Ну а раз она царица, значит мы Филарету тоже. Ну и ему дают. Он говорит, знаете, дети, дайте мою счастье мне, к моей счастью, чтобы я вас не обидел-то. И он как начал щедро раздавать. Куда он, туда нищие. Василий Великий говорит, что ежедневно милостые кормили три тысячи человек. Ну прикинь, три тысячи человек накормить даже один раз в день это сколько надо поваров и чего. Вот этот Филарет милостивый такой и был. И Бог его не оставил. Конечно, это не образец для подражания, как говорят, а образец для удивления, что были такие люди. Были люди очень щедрые, были такие цари, которые все раздавали. Ну мы знаем Астапата Варлаама, индийские цари, когда обратились. Очень щедрый был Давид. Давид об этом прямо говорит. О его щедрости священная псалтырь нам свидетельствует. В Ветхом Завете были эти люди. Такие, как Авраам. Побежал навстречу странникам, не зная, что это Бог. Пал перед ними, пригласил. 318 рабов никого не послал в Затауз. Говорит, почему? Жаркое время, они могут просмотреть. И странники пройдут мимо, он сам. Усары, служанок, там может не один десяток, но она своими руками замесила тесто оказать милость. Рабы, позвольте ноги вам вымыть. Там лаван, когда зазывает к себе. Вот у южных народов это как-то было развито. Я как-то прочитал. Пасли они там, у них барашка нужно было вещь там приготовить. Большой котел, но они зарезали, ну всего два пастуха. Ну два пастуха, на двоих-то хватит. Подходит, третий на огонек сел, салам алейкум, отгонять нельзя трое. Ну трое-то уже поменьше достанется. И говорит, когда козленок свалился, 41 человек сидел возле котла. Вот это тоже надо учиться. Видите как? Не так, что ненасытная утроба, самого себя так и кидает человек. Нужно найти того, кто беднее тебя, кто именно сегодня нуждается. Затем он может не нуждаться. Хороша ложка, так говорит, к обеду. И милость нехороша к нужде другого человека. А вот люди, которые занимают такое место, допустим, в милиции, в больнице где-то ухаживают, ну работают так, по обслуживанию, в социальной сфере. Ах, я им не раз говорил, сколько у вас возможностей оказать милость, показать милостыню. Кого-то без очереди провести. Ну требования говорят, да, в Уставе там написано, он сейчас бывает из другого государства, юноша женился на ней, а она из Украины. Ее не прописывают. Ну можно там, ну почему нет, они уже женились. Ну она не, какой-то там ИНН, где-то она не приняла на день-два позже, там, на пять дней. ясно, что она уже работает здесь. Живет уже целый год. Зарегистрированные. У ней должность такая, она хорошая мастерица, шьет. Ну пропишите. Мы сегодня как раз об этом деле молимся. Нам по интернету сообщили, что вот такая беда. Но уже юристы сказали, что если там будет сидеть, где принимает визу, ну где там что, документы справляет, ну нормальная женщина, ну нормальная, то есть умеющая нарушать закон, который вышел, без коррупции, то ее просто пропишут, печать поставят, и она уже местная будет жительница. И вот мы сейчас помолились и ждем ответ, как Господь устроен. Да будет милость Господа и к нам, ибо Он сам сказал, суд без милости не оказавшего милости, через Якова. А милость перевозносится над судом, ибо на суде Божьем они будут ходатая. Эти люди скажут, он нам помог Господи, помилуй его. Так всегда объясняют. Потому что неправильным богатством приобретайте себе право войти в царствие Божие. Там слуга правителя один обманулся, должен столько, запиши меньше. Этого обмануть свою плоть, оторвать от самого себя. Вот в блокадном городе и как-то помочь собой, как это было непросто. И вот это все, когда вокруг рассмотришь, а я плыву буквально среди тех людей, через которых я могу получить царство небесное. Без милости не суд без милости. И жертва Христа будет напрасна. А милостая на нас привлекает благодать Божию. Ты был милостив, тебя Бог помилует. Мы ждем нынче милости к нам в предстоящей такой грандиозной поездке по Европе. Да услышит Господь в молитве смиренных своих, кто за нас молится. И Богу нашему слава во веки веков. Аминь.